Ангелина Мурадзян разом с Сяброуками принимала удел в таким квесте у першиню. Однако, худшая из всех отказала на питании Викторины и с первой спробы одрезала 125 граммов хлеба на этапе военно-полевой кухни. Здесь мы отмеряли норму хлеба для каждого человека, ну, суточную норму хлеба. Каждому человеку давались по талончику. И мы отмеряли, всего давались каждому рабочему человеку 125 граммов, Да, каждому человеку. А военным им давалась чуть больше суточная норма – 220 граммов. Усяго квест-туры приняли удел 30 юнаков и девчат, курсанты Института Министерства по надзвучайных ситуациях и студентки Лицея легкой промысловости. Шесть команд проходили шесть этапов. А кроме кухни тут был и аж шпиталь. Треба было худко и правильно забинтовать пораненого. На привале спеть песню военных часов под аккомпанемент и пошта написать с фронта письмо до дому. Мероприятие это посвящено 70-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому мы хотели как-то обозначить эту дату. Это очень значимая дата. И это коснулась война, это горе, это страшная дата. Коснулась каждую семью в бывшем Советском Союзе, конечно же, Беларуси. Усе команды дошли до финишу. Головное у такими мероприемствами не перемога, а новые веды про самую буйную войну в истории и дани на памяти усим загинувшим. Евген Поболовец, Максим Савин, Михаил Рабко, Телерадио Компания «Гомель».